Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Они знают где покупать Ломбард Титан для всех и каждого Здравствуйте в эфире первого городского проекта Место происшествия В студии Михаил Вагин смотрите в этом выпуске Сбил на пешеходном переходе Два человека погибли в ДТП на Победиловском тракте Сгорели пол дома и баня В Слободском районе в пожаре погиб 63-летний мужчина Продавали и не знали Ну так а я-то причем, мне хозяин говорит продавать, вот мы и продаем На улице Красноармейская круглосуточному магазину не хватило квадратных метров для торговли спиртным Выбросила на встречную На проспекте строителей камера зафиксировала, как водитель КамАЗа протаранил Калину Два человека погибли в ДТП на Победиловском тракте Там водитель Митсубиси Каризма сбил пешеходов Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин Авария произошла в субботу вечером на 22-м километре дороги Киров-Стрежи-Оричи Водитель японской иномарки не заметил двух пожилых пешеходов По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Митсубиси Каризма совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу В результате происшествия 79-летний мужчина и 63-летняя женщина скончались на место происшествия По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела Сутками ранее подобная трагедия произошла в деревне Чуваши Кировочпецкого района По предварительной информации ГИБДД, 34-летний водитель девятки сбил двух пешеходов Это 24-летняя девушка и 81-летняя пожилая женщина Они переходили дорогу по правилам В итоге пешеходы погибли, а водитель получил травмы Экспертиза показала, вероятный виновник аварии был пьян Теперь ему грозит уголовная ответственность Еще одна авария с летальным исходом произошла в Оречевском районе По предварительным данным госавтоинспекции, 36-летний водитель «Газели» наехал на мужчину Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью В пятницу в Вецкополянском районе столкнулись «Ладогранта» и «Мопед Патрон» От удара погиб 59-летний водитель двухколесного транспорта В воскресенье днем в этом же районе в ДТП попал 30-летний водитель ВАЗа 14-й модели По предварительным данным полиции он не справился с управлением Вылетел в кювет и перевернулся Вероятно, виновник аварии получил травмы, его госпитализировали Медики проведут исследование на состояние опьянения водителя Сергей Пичугин, место происшествия В Слободском районе в пожаре погиб 63-летний мужчина Трагедия произошла в поселке Центральный, там вспыхнул двухквартирный жилой дом Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка» Часть дома пожарным удалось отстоять, но в огне сгорели баня, хозпостройка, крыша дома и домашнее имущество Тело хозяина квартиры обнаружили сотрудники МЧС Сейчас Следственный комитет проводит проверку Устанавливается причина пожара На улице Павла Корчагина вспыхнули с сараи В итоге выгорело 40 квадратных метров ЧП ликвидировали сотрудники МЧС На улице Красноармейской круглосуточному магазину не хватило квадратных метров для торговли спиртным Продавец была уверена, что ничего не нарушила Продала пиво после 10 часов Но, как выяснилось, если метраж алкоточки меньше 50 квадратных метров Продажа спиртных напитков запрещена В ходе проверки из оборота изъято более 30 литров алкоголя В отношении продавца и владельца магазина оформлен административный материал Сейчас владельцу магазина грозит штраф 40 тысяч рублей Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Она пройдет быстро Не переключайтесь и смотрите сразу после нее Взял ее за руку Ну, сказал Василису, так делать нельзя И ударил ее в живот Ударил падчерицу по животу Я уже на нее смотрю, у нее уже глазки совсем закатились И она как бы... Я не могу понять-то дышать Ну, я так вот ухо как-то сделал, да Не могу понять-то Я побежал сразу же, взял ее телефон И позвонил сразу в склопу помощи Прокуратура направила в суд уголовное дело В отношении 36-летнего Игоря Шиляева Что вы меня заказываете? Это понятые, они не имеют к этому отношения Женщина погибла, мужчины чудом остались живы Все достаточно Сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП водитель Деонексии на улице Горького Чуть не сбил пешехода На Октябрьском проспекте В водителе Форда Девятки и Двенадцатые Устроили гонки Постоянно целуешь Ладу сзаду А в Мерседес делаешь Бенц? Будь готов к битве со льдом Меняй резину вовремя С шинными центрами «Резина» Официальным дистрибьютором «Континенталь», «Нокиан» и «Мишлен» в Кирове Огромный выбор шин и дисков Отличные цены и онлайн-запись на шиномонтаж На сайте резина43.рф Шинные центры «Резина» В Садаках, у Мегаполиса И на Северном кольце 10 66-10-10 В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем Прокуратура направила в суд уголовное дело В отношении 36-летнего Игоря Шиляева Который убил свою малолетнюю падчерицу Напомним, преступление произошло в квартире на улице Комсомольской Обвиняемый ударил годовалую Василису по животу После чего девочка умерла Подробности обвиняемый рассказал на следственном эксперименте В тот день Игорь был пьян Отмечал регистрацию брака со своей сожительницей Ириной У которой на иждивении было четверо детей Как выяснилось, побои падчерицы Василиси мужчина наносил постоянно И этот день не стал исключением Взял ее за руку Ну, сказал, Василисе так делать нельзя И ударил ее в живот Далее, по словам обвиняемого, девочка его не послушалась И попыталась вновь забраться на подоконник Я и сказал, Василисе так делать нельзя Она все равно туда рвется И я ударил еще раз здесь в живот Судя по всему, именно этот удар стал смертельным для девочки Через несколько минут она скончалась на месте Она лежит Я посмотрел на нее, лоб потрогал Ну, не холодно, ничего Ну, то есть, она в таком, ну, вялом состоянии Я ушел И потом, когда я пришел, минут через 20, наверное, еще То есть, я уже на нее смотрю У нее уже глазки совсем закатились И она как бы... Я не могу понять-то дышать Но я так вот ухо как-то сделал, да Не могу понять-то Я побежал сразу же, вот взял уверенный телефон И позвонил сразу, чтобы помочь Медики констатировали смерть Впоследствии эксперты установили Годовалая Василиса умерла от закрытой тупой травмы живота В настоящий момент следователи собрали достаточную доказательственную базу После утверждения обвинительного заключения Уголовное дело направлено в суд Для рассмотрения его по существу Сейчас обвиняемому Игорю Шиляеву Грозит до 15 лет тюрьмы Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Смотрите сразу после нее Что вы меня заказываете? Это понятые, они не имеют к этому отношения Женщина погибла, мужчины чудом остались живы Все достаточно Сбил насмерть пешехода И скрылся с места ДТП Водитель Део Нексии на улице Горького Лихая таксистка На улице Красина Девушка Накия Проскочила перекресток на запрещающий сигнал В эфире проект Место происшествия И мы продолжаем Сбил насмерть пешехода И скрылся с места ДТП Водитель Део Нексии на улице Горького В списке погибших в этой аварии Могли быть еще два пешехода Но они успели отскочить от автомобиля Лихача нашли быстро Из-за разбитого стекла далеко уехать он не смог Экспертиза показала Водитель был сильно пьян В деталях происшествия разбирался Наш корреспондент Сергей Пичугин Че вы меня заказываете? Это понятые, они не имеют к этому отношения Чудом выживший пешеход Сергей От избытка чувств кричал на понятых Нетрудно представить его реакцию Если бы водитель Део в эту минуту был на месте аварии По словам мужчины Он ехал на предельной скорости И сбил его друзей Руслана и Наталью Сам Сергей успел перебежать дорогу Перебежал вот тут Там Руслан со мной И Наташа следует шла Я вот прибежал туда Там оборачиваюсь Руслан здесь лежит И потом вот Наташа вот туда Там оказалась Вот прикиньте Сколько она метров летела Вот такая дура 31-летний водитель автомобиля Део Нексия Совершил наезд на женщину пешехода Которая переходила проезжую часть В неположенном месте По словам очевидца Водитель испугался ответственности И скрылся Видишь, красные фары Притормозил А потом рванул И все, исчез В ДТП мог пострадать И еще один пешеход Руслан По словам мужчины Ему крупно повезло Травмы у вас Какие травмы? Нет травм У меня нет травм Вы отлетели на асфальт? На асфальт Он на асфальт упал А женщину? А ее вот так принесло Женщину Кем она вам приходилась? Сожительница Вы обращались за медицинской помощью? Не надо мне ничего Не надо? Не надо Он нормально у него все Судя по повреждениям На Деонексия Далеко уехать водитель не мог На лобовом стекле Образовалась так называемая Паутина, затрудняющая обзор Участника ДТП задержали на перекрестке Улиц Горького и Московской И привезли в ГИБДД для экспертизы Так как имеются признаки опьянения Запах алкоголя изо рта А значит, Антон Александрович Согласны ли вы пройти О свидетельствии о состоянии Опьянения алкогольного алкоголя? У меня там скажите Да По поводу ДТП и своего состояния Водитель Антон не сказал и слова Однако даже до экспертизы было понятно Результат вряд ли будет отрицательным Дуем, 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 дуем Все достаточно Результат видно? Антон, видите результат? 1,023 миллиграмма на литр Сейчас Антону угрозит Административная ответственность По двум статьям Это вождение в пьяном виде И скрытие с места аварии Виновен же в этом ДТП Судя по предварительной сводке Госавтоинспекции Не он, а женщина-пешеход Сергей Пичугин, место происшествия На проспекте строителей Камера зафиксировала Как водитель КамАЗа Протаранил Калину Об этом и в других дорожных происшествиях В рубрике Видеорегистратор На проспекте строителей Водитель грузовика Не заметил попутную ладу И начал перестроение К счастью для водителя Калины На встречной полосе Не было машин На Октябрьском проспекте Водители Форда Девятки и Двенадцатые Устроили гонки Судя по видео После этих опасных маневров Таксист на двенадцатой Едва не врезался в троллейбус А девятка чуть не сбила пешехода На улице Воровского Нарушитель на Шевроле Решил развернуться Из правого ряда Через двойную сплошную Свою вину мужчина Не признал Но после инцидента Поехал по правилам На улице еще раз Водитель микроавтобуса Не заметил машину с камерой На перекрестке улиц потребка Операции лесной Водитель Форда Не уступил дорогу Автомобилю с регистратором На проспекте строителей Водитель Пазика Торопился опередить конкурента И решил повернуть налево Из среднего ряда На перекрестке улиц производственной Еще раз на красный сигнал Проехал водитель фургона На улице Красина Таксистка Накея Проскочила перекресток На запрещающий сигнал Михаил Вагин Место происшествия На этом все Если вы стали очевидцем Какого-либо происшествия И сняли его на свой мобильный телефон Или на любительскую видеокамеру Присылайте свое видео На наш электронный ящик mpkirovsobaka-inbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте Место происшествия Киров А также звоните и сообщайте Информацию по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта Место происшествия Вы можете посмотреть В нашей группе ВКонтакте Место происшествия Киров В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском